Я просто хотела посмотреть, как ты отреагируешь. Я сейчас убью тебя! Приходишь после того, как чуть меня не застрелила? Не спорю, девчушка, ты смелая. Но не Хлоя, не даже пушка и одежда Рэйчел не делают тебя классной или крутой. Хули тебе надо? Есть ли шанс, что ты простишь Хлое долг? Ты вроде должна быть умной, разве нет? Узнаешь, если окажешь мне услугу. Спасибо, крёстная мать. Только мне не нужны твои услуги. А Хлоя не получит услуг от меня. Ты ешь, как свинья. Железь пола. Я же ел эти бобы. Ты совсем, что ли, ебанулась? Я ел эти бобы. А вот и Супер Максин. Это твоё прозвище в Аркадия Бэй. Ты и правда заслужила его. Ведь ты смогла уговорить Кейт спуститься. Спасибо, офицер Берри. Мне просто повезло оказаться там в нужное время. Всё это заслуга Кейт. Как же я рад, что ты представляешь Блэквелл. Мне кажется, что теперь Кейт Марш будет лицом Блэквелла. И ты тоже. Таких людей, как ты, нам нужно побольше. А мне казалось, что Дэвид Мэтсон представляет Блэквелл. Ненадолго. Мы уважаем его за участие в войне, но он слишком спыльчив. И больше всего от него достаётся мне с Хлоей. Это так. Сегодня он рассказывал про украденный ствол, я не слушал. Вечно он докапывается. Чем я могу тебе помочь, Макс? А я думала, что это Нейтан Прескотт представляет Блэквелл. Слушай, не порти мне аппетит. Ты сама знаешь, что из себя представляют Прескотты. Они хотят под себя подмять весь город. Отчасти ты права, Макс. Говорят, Прескотты сейчас заняты какими-то крупными земельными сделками. Это... Как-то раз мистер Прескотт помог моей семье. Вот мы и заключили сделку. Из которой я теперь не могу выпутаться. Вот бы вернуть всё назад и поступить иначе. Я приступлю к своему завтраку. Чем я могу тебе помочь, Макс? А, поговаривали, что вы какое-то время работали на семью Прескоттов. Боже, люди в этом городе хоть когда-нибудь затыкаются? Я не виню вас за то, что вы подрабатывали на стороне. Время от времени я просто приглядываю за Прескоттами. За Найтаном в том числе. Никому об этом не слово, Макс. Не связывайся с ним, ладно? Думаю, следует кого-нибудь допросить, лейтенант Колфилд. Приходишь после того, как чуть меня не застрелило? Не спорю, девчушка ты смелая, но ни Хлоя, ни даже пушка и одежда Рэйчел не делают тебя классной или крутой. Хули тебе надо? Чем я могу тебе помочь, Макс? Вам никогда не казалось, что Аркадий Бэй – странный город? Раньше я думал, что у нас обычный город со своими проблемами. Тушно даже думать об этом. Рэйчел? Блядь, чё за нахуй? Кто пришёл? Макс Эмбер, милый наряд. Кстати, спасибо за помощь в моём исключении. Шлюха ты такая. Повезло тебе, что сейчас мы не одни. Хочу напомнить, что мы находимся в общественном месте с офицером полиции. Так что усмири свой гнев, Прескотт. Да ладно. Может быть, не надо было стучать на меня, этому грёбаному ректору? Послушай, Нейтан, я заберу свои показания по поводу тебя. Если подсобишь мне с Фрэнком. Смекаешь? По тебе не скажешь, что ты даже пробовала детский аспирин. А как, по-твоему, я за учебниками ночи коротаю? Ну так что, мы договорились? Успокойся, наркоманка. Окей, получишь ты свои школьные принадлежности. Просто подойди к Фрэнку и шепни. Высшее образование. Он всё устроит. Какого хера тебе надо? И кстати, Фрэнк, Мне очень интересно, есть ли у тебя, эм, высшее образование? Ну да, конечно. Может, тебе и особую продлёнку дать в придачу? Ха, господи. Я продаю лишь бутылки, чтобы прокормить себя и своего пса. Я пытаюсь заработать на хлеб, пока вы, испорченные говнюки из Блэквелла, не знаете, куда деть свободное время. Но... Никаких «но». И даже не спрашивай меня больше об этом. Никогда. Никогда. А теперь исчезни. Переоденься. И отвали от меня. Не стоило этого говорить. Лучше перемотать. Чем я могу тебе помочь, Макс? Рэйчел? А, блядь, чё за нахуй? Кто пришёл? Макс Эмбер. Милый наряд. Ха. Кстати, спасибо за помощь в моём исключении. Шлюха ты такая. Повезло тебе, что сейчас мы не одни. Я тут узнала, что твой отец нанял местного копа следить за тобой и Фрэнком Пауэрсом. Словно тебе нужна няня. Керня! Мой отец не нанимает. Он владеет. Все мусора знают, что до меня лучше не докапываться. Правда? Надеюсь, это значит, что Фрэнка не посадят. В конце концов, это случится. Этот парень ёбнутый. Он как-то рассказал мне, что их с Рэйчел связывает клятва на крови. Эм, забудь про это. Серьёзно. А теперь отвали от меня, шлюха, и держись в рот на замке. Ты головой, что ли, ёбнулась? Не стой над душой, задротка! Не стоило этого говорить. Лучше перемотать. Рэйчел! А ты, было подумал, что Кейт Марш будет молчать? Что ты несёшь? Ты её накачал? Ты такая тупая, Макс! Думаешь, ты тут самая умная, да? Не стоит давить на меня, если не хочешь такого врага, как я. Поняла? Эй, чувак, успокойся, мы же в кафе. Ага. И ты к тому же теперь взрослая. Я легко могу засудить тебя за клевету. Спасибо. А теперь отъебись от меня. Рэй? А разве ты не должен был молчать про клятву на крови между Фрэнком и Рэйчел? Клятва на крови? Какого хера? Я никогда никому не говорил об этой херне. Да и к тому же все знают, что Фрэнк и неудачник, и лжеттс. Даже Рэйчел знала. Однако Рэйчел тусовалась с ним больше, чем ты. И что? Ей нужны были только его наркотики. Вот она ему и позировала. А он-то думал, что она его любит. Кретин. Твою мать! Чего тебе еще надо? Уверена, что Фрэнк и Рэйчел снабжили тебя наркотиками для вечеринок. Неплохо. Вообще-то Рэйчел и сама вовсю баловалась наркотой. Похлеще меня. Сомневаюсь. Тебе-то откуда знать, девственница? Даже вон тот мусор знает, что Рэйчел тусила с Фрэнком. Только не смей говорить об этом скопом, тупорылая. Чем я могу тебе помочь, Макс? Нейтан говорил, что Рэйчел Эмбер представляла Блэквилл с Фрэнком Бауэрсом. Он больше не является студентом Блэквилла. К сожалению, он и правда представляет одну из сторон Аркадия Бэй. Тяжись подальше от него и его шавки. Не связывайся с ним, ладно? Я слышала разные вещи о Фрэнке и его щеночке. Похоже, он очень любит своего пса. Тем более, когда этот пес – твой личный телохранитель. Держу полей, он сделал из бедняги настоящего хищника. Жесть! И подумать не могла. А где он его нашел? Раньше Фрэнк посещал собачьи бои. Адам ему должное. Он осознал, как это жестоко, и вскоре спас целую раву собак. Одну из них он приютил. Но он все равно жуткий. Не связывайте с ним, ладно? Чем я могу тебе помочь, Макс? Какого хера тебе надо? А я видела те фотки, которые тебе дала Рейчел. Ха, откуда ты об этом знаешь? А? Это все Хлоя, да? Она просто, между словом, сказала мне, что это одна из любимых фотографий Рейчел. Правда? Точнее, так я и подумал. Она была настоящей красоткой. Погоди, найду фотографию. Вот. Сама посуди. Ты ешь, как свинья. Жили с пола. Я же ел эти бобы. Ты совсем, что ли, ебанулась? Я ел эти бобы. Боюсь, мне придется забрать у тебя ключи, мудак. На кой хрен ты их взяла? Отдай мне мои ключи, сука. Сейчас же верни ключи. Ключи у меня. Потоплик Хлоя. Моя работа закончена, Фрэнк. Потом поговорим, Макс. Посмотри, я всем в грязи. Нет, туда мне не нужно. Алиса, отойди скорей. Хорошая реакция, Макс. Это было близко, Алиса. Итак, Макс, ты уже третий раз спасаешь меня на этой неделе. Ты мой ангел-хранитель. Да перестань. Я ничего особенного не сделала. Макс, ты уже искупила вину, когда спасла Кейт. Ты настоящая героиня Блэквилла. Я просто рада, что все хорошо. Кейт замечательный человек и друг. А докатилась она до такого из-за того ролика. Творится полная хрень. Но ты отличная подруга. Я просто хочу, чтобы она знала, сколько друзей у нее теперь появилось. Да будет так. Так, Макс, мне кажется, мы должны как-нибудь навестить ее в больнице. Давай пообщаемся чуть позже, окей? Давай пообщаемся чуть позже. Субтитры сделал DimaTorzok